Историко-культурный центр Мы хотим, чтобы поэтические чтения жили, чтобы люди любили стихи, любили поэзию, читали, чтобы наши дети росли, знали, что такое стихи, как правильно их читать, чтобы они понимали, о чем эти стихи. Московский Кокса Газовый первым откликнулся на инициативу. Его сотрудники выбрали для прочтения проникновенное стихотворение Вадима Шефнера и Игоря Шеферана «Мы твои рядовые, Россия». Мы живем на огромной земле, даже внешне друг друга не зная. Кто шагает в свой цех по Москве, кто растит урожай на Алтае. Кто спускается в угольный штрек, кто ведет пароходы морские. Но одно нас связало навек. Мы твои рядовые, Россия. Мы в глаза твои смотрим, любя, с самой сильной сыновью любовью. Чтоб враги не топтали тебя, заплатили мы собственной кровью. Полководцы великой войны и солдаты совсем молодые. Перед Родиной все мы равны. Мы твои рядовые, Россия. Мы любые возьмем рубежи, как бы ни были будни суровые. Лишь единое слово скажи, и на подвиг идти мы готовы. В каждом сердце отваги запас. И сегодня, как в годы былые, ты рассчитывай твердо на нас. Мы твои рядовые, Россия. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что именно старейшее градообразующее предприятие района первым поддержало проект. Коллектив тут очень дружный. К тому же среди его сотрудников, как оказалось, много любителей поэзии. Стихи люблю. Почему решил принять участие? Наверное, потому что это надо. Может, кто-то посмотрит и заинтересуется. Люди читают. А некоторые, как, например, инженер Роман Романенко, сами пишут стихи. Со школьных лет, вдохновленный сначала любовью, потом жизнью, начал писать стихи и о любви, и патриотические даже были. То есть, да, увлечен. И мечтаю писать стихи для песен и, возможно, даже сам исполнять их. Техналь по профессии, лирик в душе, он черпает вдохновение во всем, что его окружает, в том числе и на работе. Пользуясь случаем, Роман прочитал нам и свои собственные стихотворения. И в будущем нашем пусть солнце сияет. Мы мир наш построим без фальши и лести. Любовь – это то, что мы держимся рядом. Любовь – это то, что мы держимся вместе. Сотрудники историко-культурного центра надеются, что и другие организации района, да и все жители поддержат их инициативу. И присоединяться к марафону поэтических чтений «Стихи живут». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok